Добрый день, уважаемые коллеги! Большое спасибо оргкомитету за возможность выступить. Итак, мы сейчас послушали про иммунотерапию, а я должна говорить про таргетную терапию. Сейчас я справлюсь с переключалкой. Когда мы выбираем лечение, мы всегда говорим о том, что мы должны оценить конкретного живого пациента, оценить распространенность, скорость прогрессирования, особые локализации, уровень ЛДГ и активирующие мутации для таргетных препаратов. И мы должны говорить о том, что BRAF-мутация, несомненно, ассоциируется с неблагоприятным прогнозом при меланоме. И мы помним, что принцип селективного подавления BRAF и Меккинас дал нам в руки новую совершенно опцию и совершенно другие горизонты лечения диссиминированной меланомы. То есть таргетная терапия впервые изменила для нас видение жизни пациента с диссиминированной меланомой. Наши пациенты наконец-то стали жить. Так, сейчас справляемся дальше. Так, итак, я говорю за таргетную терапию. Итак, первый вопрос – частота BRAF-мутации у больных меланомой. В различных регионах Российской Федерации, в нашем российском исследовании было показано, посмотрите, частота BRAF-мутированной меланомы колеблется от 50 до 65%. То есть доля этих пациентов реально высокая. Глядя на этот слайд, каждому становится понятно, что начинать планирование лечения больного диссиминированной меланомы нужно, несомненно, с определения статусов BRAF-мутации. И если мы этого не делаем, мы выраженно снижаем шансы больного. И если поглядеть на это же российское исследование, которое, несомненно, дало нам новый инструмент в руки, какова же возрастная особенность частоты BRAF-мутированной меланомы, то оказывается, что это самая активная группа молодых пациентов от 30 до 50 лет. Посмотрите, какая высокая частота именно BRAF-мутированных меланом. То есть это молодые пациенты, которые хотят жить, у которых есть семьи, дети, и определение у них BRAF-мутированной мутации – это, несомненно, то, с чего каждый клиницист должен начать. Частота объективного ответа. Мы очень часто говорим о том, что хроническое заболевание, диссиминированный процесс, да, важна общая выживаемость, выживаемость без прогрессирования, но метастатическая меланома – это очень часто желание и врача, и пациента увидеть объективный ответ, увидеть уменьшение метастатических очагов, которые при меланоме растут достаточно быстро. И таргетная терапия в исследованиях при меланоме при мутации BRAF – четыре основных исследования. У нас есть комбинации. Я не рассматриваю монотерапию, поскольку на сегодняшний день всем стало уже понятно, что только комбинированная терапия является оптимальным выбором для лечения метастатической BRAF-мутированной меланомой. Итак, четыре исследования – сочетание виморофениба с кобаметенибом и даброфенибом с траметенибом. Посмотрите, ответ на терапию в комбинации виморофениба с кобаметенибом – 87% полных и частичных ответов. Это уникальная высокая частота ответа, и при этом, посмотрите, еще 10% стабилизации. Таким образом, около 90% больных получают высокую частоту ответа. Это на виморофениб и кобаметениб. Посмотрите на наилучший ответ опухоли кобаметениб с миорофенибом на группе больных 222 пациента. Только очень маленькое количество пациентов дало рост опухоли. На даброфенибе с траметенибом у 9 из 10 больных удалось достичь контроля заболевания. И в двух исследованиях комбиди и комбиви 77% и 72% соответственно клинического ответа полного и частичного. Для сравнения, поскольку мы только что послушали о преимуществах иммунотерапии, у пациентов с мутацией BRAV вероятность ответа только 40%. То есть у пациента чаще останутся неизменные размеры метастатических очагов. И мы понимаем, что более 70% пациентов с BRAV позитивной меланомой отвечают на анти-BRAV терапию. Это тот самый клинический ответ, который мы можем наглядно увидеть сами, увидеть наши пациенты. И у тех пациентов, у которых эти проявления связаны с клиническими проявлениями боли в области очага, у некоторых изъязвлений в области очага, они могут значительно уменьшиться, эти клинические проявления. Следующий вопрос за таргетную терапию, следующий аргумент – это скорость наступления ответа. Посмотрите, ни один другой вариант терапии, иммунотерапии не дает такой скорости ответа. Он буквально начинается за короткие сроки, и симптомы заболевания уменьшаются уже по истечению первой недели от начала терапии. При этом размеры опухоли начинают уменьшаться уже со второй недели. Я все время вспоминаю пациента, который за 7 дней отказался от опиоидных анальгетиков, потому что с такой скоростью уменьшились симптомы заболевания. И, соответственно, через 2 недели от начала лечения он позвонил и спросил, можно ли ему на Новый год есть холодец. Это был человек, который получал опиоиды, не ел, не пил и, в общем-то, очень себя плохо чувствовал. И мгновенное начало ответа на терапию, которое для метастатической меланомы ощущение неслыханности такой дает. Если мы посмотрим, то время достижения полного ответа 5,6 месяца. То есть достаточно быстро наступал полный ответ. И посмотрите, через 2 недели, через 2 месяца от начала, прошу прощения, через 2 месяца от начала приема, посмотрите, какое количество пациентов получило частичный ответ, быстрое начало ответа. И поэтому в рекомендациях НССН совершенно четко стоит о том, что таргетная терапия в случае наличия мутации БРАФ предпочтительно в случаях, прежде всего, необходимости раннего ответа на лечение, когда нам нужно быстро уменьшить опухоль и быстро получить клинический ответ. Следующий момент – это продолжительность ответа. Нам не все равно, сколько времени этот ответ продержится и сколько пациент будет жить с ответом на лечение. Посмотрите, анализ продолжительности ответов у пациентов, которые получали до БРАФИНИП с ТРАМИТИНИПом в КОМБИ ДИ плюс ВИ. Посмотрите, хорошо видно, что медиана составила длительности ответа 39,6 месяца при наличии полного ответа и 10,8 при частичном ответе. Соответственно, в КОМБИ ДИ на момент составления отчета была не достигнута цифра при полном ответе. И еще мне показалось очень важным, то, что как же потом прогрессируют эти пациенты. Так вот, оказалось, что очень часто прогрессирование было не в контролируемых очагах, а в других очагах. Причем достаточно часто это были метастазы, которые появились в одном очаге или в одном органе. То есть это дает нам некие новые мысли и надежды. Причем, возможно, даже мысли и надежды в каком-то неком хирургическом плане, поскольку очень часто на таргетной терапии контроль тех очагов, с которых мы начали лечение, продолжается. И следующий вопрос и за, и против – это, несомненно, выживаемость. Выживаемость, которую сейчас FDA принимает как главная мерила эффективности любой лекарственной терапии диссиминированной опухоли. Если посмотреть, вот эту схему вы многократно уже все видели, и мы все понимаем, что да, конечно, иммунотерапия обещает нам максимальную выживаемость пациентов с метастатической меланомой, но тем не менее, если посмотреть, то комбинированная терапия BRAF и мекингибиторов, она голубая, она находится всего лишь несколько ниже по сравнению с иммунотерапией. При этом у пациентов использование комбинации КОБИМЕТИНИП и МИМРУФИНИП значительно повышает эффективность, и при этом выживаемость без прогрессирования в первой линии, посмотрите, 13,8 месяцев. И длительный контроль заболевания может давать нам шанс этим больным и общая выживаемость максимально 35,9 месяца. И в исследовании БРИМ-7 КОБИМЕТИНИП с ВИМРУФИНИПом посмотрите, дали выход на плата и длительный контроль заболевания у нас появилась в таргетной терапии 4-х и 5-летняя выживаемость. И, конечно, очень важно то, что выживаемость 4-х и 5-летняя, она одинакова. То есть эти больные остались жить и дальше. И 5-летняя общая выживаемость на комбинации ДАБРФИНИБа и ТРАМЕТИНИБа составила 28%, и также эта комбинация дала выход на плата к 4-му и 5-му году наблюдения, составила 28%. То есть больные на таргетной терапии, некая их группа, 28% остаются длительно жить. И если посмотреть, через 5 лет в исследовании комби-дивица совместной треть пациентов были живы через 5 лет после рандомизации. При этом, конечно, у тех, у которых был изначально нормальный уровень ЛДГ и менее 3-х органов, 3-х участков метастазирования, 55% были живы в течение 55 лет. И более половины пациентов с благоприятным прогнозом, это к вопросу об отборе пациентов и от ожидания пациентов, после начала лечения ДАБРФИНИБ с ТРАМЕТИНИБом были живы. И посмотрите, при благоприятном прогнозе 4-х летняя выживаемость при таргетной терапии составила 58% и 5-летняя 55%. То есть более половины больных с благоприятным прогнозом на таргетной терапии были живы через 5 лет. Конечно, очень важно, какой изначально ответ будет достигнут. И чем лучше был ответ, тем больше вероятность длительной выживаемости. С наилучшим ответом, с полным ответом и с частичным ответом, посмотрите, с полным ответом 5-летняя выживаемость в исследованиях комби-ДИИВИ составила 71% неслыханная цифра для диссиминированной меланомы и при частичном ответе 32%. И поэтому, если сравнить длительность выживаемости на таргетной иммунотерапии, это данные из разных исследований, да, конечно, иммунотерапия нас прельщает новым механизмом действий, длительностью ответа. Но посмотрите, комбинированная таргетная терапия в этой таблице смотрится тоже достаточно убедительно. Профиль токсичности. Конечно, лучше иметь дело со знакомыми чертями. И мы понимаем, что наличие иммуноопосредованных нежелательных явлений меняет жизнь как и пациента, так и врача. И профиль токсичности у даброфениба и траметиниба, и виморофениба, и кобеметиниба несомненно более приемлем по сравнению с иммунотерапией. Я напоминаю, что это амбулаторные режимы, то есть пациент свободен, таблетированные препараты. И, конечно, по сравнению с иммунотерапией, профиль токсичности гораздо более предсказуем. И если посмотреть на профиль токсичности иммунотерапии, то в различных исследованиях различные варианты неволумаба с эпильмумабом неволумаба одного посмотрите степени токсичности третьей и четвертой степени. Это весомая такая цифра, которая может в реальной клинической практике давать серьезные проблемы для врача и пациента. И поэтому основные различия между таргетной терапией и блокаторами ингибиторов иммунного ответа хорошо на сегодняшний день известны. Да, более высокая эффективность у таргетной терапии. Несомненно, у 20% пациентов возможен длительный контроль заболевания. Конечно, при некомбинированной терапии есть риск различия вторичных опухолей кожи, но мы сейчас говорим о комбинированной терапии, поэтому я как бы голосую за таргетную терапию. И еще одно очень интересный момент, это исследование, посвященное последовательности антибраф и иммунотерапии. В этом исследовании было показано, что те больные, которые вначале получили антибрафтерапию, а затем антипедиодин, имели выигрыш в общей выживаемости. То есть применение при наличии мутации браф при диссимировании меланомии получает выгоду пациент от последовательности в первой линии таргетной терапии и во второй линии антипедиодин терапии. И был проведен анализ выживаемости без прогрессирования и общей с момента начала антипедиодин терапии и с момента начала антибрафтерапии. Также было продемонстрировано большая выгода в том случае, если было начато лечение с антибрафтерапией. И таким образом я пыталась доказать всем своим выступлением, что при браф мутированной меностатической меланомии оптимальное начало терапии это комбинированная антибрафтерапия. И в наших рекомендациях русско эта опция вынесена как оптимальная. Наверное, я благодарю за внимание. Она вынесена как оптимальная. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова